Феномен нейрософта сейчас изучают специалисты разных стран мира. Им интересно, как маленькая компания из Иваново сумела покорить планету. Диагностическими и лечебными приборами, произведенными здесь, пользуются 70 стран мира. Оборудование нейрософт есть в Китае, США, Канаде и даже в Антарктиде. А началось все в 92-м году с идеей упростить работу врачей с энцефалографом. Мы сделали к нему цифровую приставку. Мы сделали так, чтобы данные с этого энцефалографа можно было показывать на экране компьютера и печатать на обычном принтере. И вот это решение, делать цифровую приставку к аналоговому прибору, очень понравилось главным врачам соседних областей, областных больниц соседних областей, потому что оно позволяло избавиться от дорогой термобумаги. С тех пор в компании сначала разрабатывают различные приборы, собирают их, а потом реализуют. Работают скрупулезные, ювелирные и очень ответственные. Это пункт технического контроля. Здесь прибор начинает работать. Проверять чудо техники нужно по многим параметрам, ведь на ремонт из Бразилии и Индонезии доставить его будет невероятно сложно. Предприятие интеллектуальное. И здесь, выражаясь сухими цифрами, выработка годовая на одного человека, который здесь трудится, превышает 2 миллиона рублей в год. Но практически такой выработки ни на каких наших предприятиях нет. Не только в Ивановской области, но и вообще в целом по России такая выработка просто единичная. Этот прибор силовой электроники Нейро-МС – гордость компании. Единственный из аналогов, который вызывает видимое сокращение мышц. В нейро появляется сигнал. Это очень похоже на электростимуляцию, но зато безопасно. На детях можно это делать, на детях нельзя электростимуляцию. Есть, конечно, еще более суровые, вот в этом месте шеи, но там, конечно, главное уже это несет. Компания успешно развивается и расширяется. Сейчас 172 сотрудника компании со средней зарплатой в 37 тысяч рублей трудятся в недавно отстроенном корпусе. Одного здания было мало для производственных мощностей такого уровня. Слава города, шутят сотрудники, куются здесь, за невысоким железным забором. Елена Белова, Мария Авдеева, Олег Мелехин, РТВ Иванова.